Добрый день, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. 3190 наш телефон, студия Ирина Чекунова. А в гостях у меня сотрудники МЧС. Итак, представляю Сергей Евгеньевич Шлыков, руководитель Тверского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по Тверской области. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И Светлана Юрьевна Кудряшова, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери. Майор внутренней службы Светлана, приветствую вас. Добрый день. Сегодня вновь говорим о нашей с вами безопасности, потому что казалось, что недавно со всем встречались, это был декабрь, уже зима подходит к концу, и это время года, как все остальные. Впрочем, влечет за собой новые опасности, новую тревогу, и мы вновь предупреждаем, как сберечь свои жизнь и здоровье. Итак, сегодня говорим о тепеле, в то же время, которое сочетается у нас с морозами, как это сказывается на толщине льда, насколько безопасно выходить на водные объекты нашего Верхневолжья. И говорим о пожарах, которые, насколько мне известно, участились в Тверском регионе. Светлана, может быть, начнем вот с этой тревожной информации. Да, я озвучу статистику сначала небольшую. С начала года у нас уже произошел 241 пожар на территории Тверской области, на которых погибло, вдумайтесь, 22 человека. То есть уже 22 человека погибло на пожарах. Это только с начала года. В том числе, к сожалению, три ребенка. Этот случай у нас произошел в новогодние праздники. 3 января у нас погибло на пожаре три ребенка, к сожалению. Поэтому сегодня я пришла не с пустыми руками. У меня есть вот такие вот средства безопасности. Ну, мы давайте, да, мы о них расскажем попозже. Это обычно у нас Сергей, да, а вы приносите нам, как спасаться, приспособление... Круг спасателей. Да, спасательный круг можно принести. Но, во всяком случае, к этому уже у нас телезрители привыкли. Вот это, наверное, многие увидят впервые. И мы покажем потом, как они спасают, как принцип их действия. Светлана, давайте мы сейчас быстро обозначим основные причины, как всегда. В чем дело? Почему увеличение такой пожаров? Ну, причины у нас не меняются. В принципе, все те же. То есть это аварийный режим работы электрооборудования. Это наиболее частая причина у нас. Сейчас, в зимнее время, это печное отопление, неисправность печного отопления. Неосторожное обращение с огнем. То есть это вот эти три основные причины, которые у нас из года в год имеют место быть. Мы говорили, в преддверии новогодних праздников предупреждали жители региона, как себя обезопасить. Вот если исключить вот этот трагический пожар, в целом с фейерверками, с бенгальскими огнями и прочим, все благополучно прошло? Да, в этом плане у нас прошло все спокойно, с фейерверками все нормально, с бенгальскими огнями. Но праздники у нас, к сожалению, ознаменовались низкой температурой. То есть было очень холодно. Экстремальный режим. Соответственно, люди стали больше обогреваться, отапливаться. И печи подтапливали чаще. Включали дополнительные электронагревательные приборы. В связи с этим у нас пожаров стало очень много. Участились пожары. И статистика у нас пошла вверх. Вспоминая о начале года, Сергей Евгеньевич, что Вы можете сказать о безопасности купаний крещенских? Крещенские купания состоялись традиционно. Была подготовка, превентивные меры все были оказаны. Большое участие принимали как и волонтеры в этом подготовке, и также и все специальные службы, которые оказывали, так сказать, безопасность при проведении крещенских купаний. Прошли они все без происшествий, без каких-либо эксцессов. Единственный мы упор делали, чтобы у нас люди не купались в неустановленных местах, так сказать, в стихийных, где сами делают купели, прорубают майны. И вот эти места, они являются самыми, так сказать, опасными. И были трагические случаи, к сожалению. Да, мы все видели, да, как в прошлом году, в позапрошлом году показывали, да, ситуацию, когда женщина в Ленинградской области прыгнула в такую прорубь и погибла. Вот. Поэтому, чтобы исключить такие случаи, мы всех и перед проведением купаний призывали, чтобы люди приходили именно в организованные места, где есть соответствующий исследованный водоем, лед, соответствующие службы дежурят. Поэтому, как бы, вот и губернатор проводил соответствующие совещания с главами муниципальных образований по этому вопросу. Призывал всех, чтобы в каждом районе у нас официально были организованы такие... Да, потому что если нету места, то тогда люди волей-неволей будут сами рубить лед. Поэтому мероприятие прошло, как говорится, ну, зачетно. А если говорить вот о толщине льда нынешней зимой, мы видим зима снежная, да, у нас. Что чревато высоким большим паводком, но об этом поговорим уже в следующих программах. Тем не менее, что сейчас сойдут? Сначала ледоставов, да, мы можем посмотреть, как ситуация складывалась. То есть, конец ноября ознаменовался, ну, низкой температурой. Мы все обрадовались, что становится лед, будет он крепкий, достаточно прошла неделя, но выпадает значительное количество снега сразу же на этот лед. Ну, соответственно, у нас не терпится рыбакам, пошли первые, и сразу первая жертва. То есть, с начала образования льда, именно в первый месяц, да, до Нового года погибает пять человек. То есть, я могу даже районы перечислить это, и первая у нас ласточка была, это Киморский район, потом в Весегонском районе у нас ушел автомобиль под лед вместе с человеком, Лихославский, Зубцовский, Осташковский район, вот эти все отличились, так сказать, гибелью людей. Вот. Но самое печальное, что 1 января у нас погиб ребенок в этом же Ромешковском округе муниципальном, там, где и, вот как моя коллега говорила, где и погибли на пожаре дети. Да, да, и причем, по-моему, день в день было практически. Ну, это 1 января, а следом 3 января. 3, ну, фактически, да, это самое начало. Причина какая-то, оставление детей без присмотра, как мы всегда обозначаем эту проблему, и дети пошли на водоем, пусть они даже на лед не зашли, который еще не имел достаточно прочность. Ноги соскользнули с берега и оказались в воде, течением подхватило, и девочка погибла. Вот. Поэтому мы всегда, когда рассказываем про эти вещи, что родителям не просто не должны, должны знать, где находятся их дети. Это не только связано с водоемом. Любое место, как мы знаем, правильно, может пойти на стройку, куда угодно, попасть к какой-нибудь котлованной ребенке. Ну, это да. Да, вот, кстати, вот этот вот пожар, где трое детишек, тоже ведь одни у нее остались. Там, вспоминая историю, там мама, по-моему, отлучилась-то ненадолго. Ненадолго. Ношла во двор, да, и произошла вот такая трагиция. И потом она уже увидела, что дома уже весь в дыму, да, и ничего уже сделать невозможно было. Да, зайти было невозможно. Если мы говорим о том, что если случается, как быстро приезжает пожарная машина, и что нужно сделать самому успеть? Пожарная машина у нас, согласно нормативам, в городе это 10 минут, а в сельской местности это 20 минут. Сельская местность бывает разная, деревни на большом удалении бывают, а тем более, если дороги занесены снегом. Вот случись такой снегопад, как сейчас. Поэтому, да, такие случаи могут быть, поэтому еще раз, да, обращаюсь как раз к своим средствам безопасности, которые я сегодня принесла. Это автономный дымовой пожарный извещатель. Вот, к сожалению, где погибли дети, там он установлен не было. Да, да. Поэтому сегодня я его принесла с собой, чтобы показать и рассказать, как он прост в установке, и что каждый может этот извещатель установить у себя дома. Он где-то под потолком, да, крепится? Да, и прежде всего рассказать, конечно, что он спасает людей на пожаре, предназначен он больше для того, чтобы разбудить человека в ночное время, то есть он начинает пищать, и будет людей. Он на что реагирует? Он реагирует на дым, да, он реагирует на дым, начинает пищать. Я покажу. Давайте, уважаемые друзья, не пугайтесь. То есть вот такой звук он издает, поэтому человек обязательно проснется в ночное время, если вдруг будет задымление. Ага, это сейчас, уважаемые друзья, спокойно, это мы проверяем прибор, мало ли кто только что включил, который спасет вам жизнь. Это он оповещает о начале пожара. Если задымление, вот такой звук, человек волей-неволей, это очень громко действительно, просыпается, и есть возможность выскочить на улицу и позвать на помощь. Конечно, потому что по статистике у нас гибель людей происходит в основном в ночное время, когда человек спит. Почему автономный, Светлана? Автономный, потому что он работает от батарейки. Здесь вставляется батарейка, не нужно подводить к нему никакие провода, просто установить. Устанавливается он либо на потолке, если на потолке нет возможности, натяжной потолок, еще какие-то вопросы, то можно установить на стене, в верхней части. Он крепится просто? Да, крепится просто на два самореза, крепится планочка, у меня, к сожалению, нет с собой, такая планочка на два саморезика, и он одевается на эту планочку. Вообще все просто. Самостоятельно можно это все делать? То есть любой человек без подготовки может установить этот извещатель, ничего сложного в этом нет. Где купить и насколько он дорог? Извещатель стоит до тысячи рублей, они бывают разные модификации, вот у меня здесь с собой тоже. Вот уже такой переживший пожар извещатель. Этот пожар извещатель, он как раз свою функцию не потерял во время пожара, он сработал и спас человека. Вот такой он. Разные модификации, поэтому цена у них может быть разница, но где-то до тысячи рублей они стоят, не так дорого. А в каких магазинах? Можно в интернет-магазинах посмотреть, да, то есть сейчас... Но на прилавках он тоже есть? Да, конечно. Многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, в трудной жизни ситуации, у нас оснащаются бесплатно этими извещателями сейчас, то есть в подходе рейдов профилактических, да? Правительство Тверской области закупило извещатели и бесплатно предлагает семьям установить такие извещатели. И это реально спасает жизнь? Конечно. У нас уже, сейчас я статистику вам зачитаю, в этом году 13 человек спасло, в том числе семеро детей, а с начала 2019 года, когда мы начали работу по установке этих извещателей в многодетных семьях, у нас уже 123 человека было спасено, в том числе 72 ребенка. Это, конечно, впечатляет. То есть их устанавливать в любое время года? Конечно. Сейчас, конец зимы можно, это не важно. Мы устанавливаем и все, и мы более-менее спокойно живем. Нужны пожарные, вот чем мы тушим огнетушители в доме? Конечно, нужны. В любом случае. Это не исключает, да, огнетушители в доме и в квартире, конечно, должен быть. Потому что какое-то локальное загорание огнетушитель всегда поможет затушить. Сейчас телевизор у нас, вот только холодильник, вчера был пожар, холодильник замкнул. То есть какие-то небольшие зарядные устройства. То, что мы говорим, да, любые те же электрические чайники или телефон заряжаем, да? Не обязательно, если газ у вас там в доме или печка. Может быть, электропроводка в любой момент правильно случится. Поэтому пшикнул, если человек дома, и не нужно ждать пожарных, можно затушить самому. Уважаемые друзья, обратите внимание на этот извещатель, что он автономный, и он реально спасает жизнь. На воде что может спасать жизнь? Еще раз напоминаем, Сереж, про те приборы, те приспособления, которые нам помогут. Ну, во-первых, надо понимать, придя на водоем, с какой целью вы туда пришли. Правильно? Просто перейти в незнакомом месте, то лучше этого не делать. Например, сейчас, если взять областной центр, да, мы видим, что у нас весь левый берег Волги, начиная от вагонного завода и даже, наверное, до самой городни, он у нас вообще не замерзает, потому что теплые сливы идут и как с вагонного завода, так и с ТЭЦ-3. Тетлая водичка поступает, поэтому у нас полностью левый берег весь промыт. А ниже устья Тверцы, где впадает она в Волгу, практически открытая вода. Поэтому мы просто призываем всех, не пытайтесь переходить Волгу с одного берега на другой, потому что это опасно не для здоровья, а для жизни. Если человек идет на рыбалку, да, нужно все равно помнить о взаимостраховке, то есть стараться одному, не бывать там, где вас не видит кто-то, другой человек, чтобы была взаимовыручка, то есть если один провалился, чтобы мог подать какой-то сигнал, чтобы увидели люди и помогли выбраться. Зимой спас жилет актуален? Зимой актуален спас жилет, особенно это касается мест, которые как бы известно, что можно провалиться, люди рискуют жизнью, но тем не менее понимают, что такая ситуация возникает редко. Но мы видели, что некоторые бывалые рыбаки тоненький жилетик под одежду одевают. А те, конечно, кто знает, ну и тут же финансовая сторона, одевают специальные куртки, уже такие есть, которые наполняются воздухом, да, и они держат на плаву. Но это редкость, но они и дорогие, конечно, но тем не менее используют. Большинство рыбаков сейчас используют санки, то есть весь так называемый шмурдяк, они возят санки. Поэтому это тоже как можно использовать средство спасения, потолще веревочка, чтобы была подлиннее. Человек, если провалился, ему можно подать эти санки вместо провала и выберется. Если провалилась под воду машина, какие первые действия? С машиной, конечно, да, тут сложнее. Но надо понимать, что вы все-таки попали в такую ситуацию и не терять самообладание и попытаться все-таки спастись. Когда машина достигла, да, ну и не только дна уже, а в момент погружения нужно просто дать салону наполниться водой. То есть если вы будете пытаться открыть дверь или выдавить стекло, из-за разницы давлений внутри салона и наружу, она очень большая и у вас ничего не получится. То есть надо, чтобы салон воды наполнился водой. Тогда это легче откроется? Тогда у нас откроется дверь или можно выдавить стекло будет. И уже всплыть на поверхность? Да, да. То есть нужно набрать больше количества воздуха в легкие, немножко выпустить пузырьков, чтобы понять, где у нас поверхность. Вот. И все, и стараться выбраться. Ну и, соответственно, когда будете всплывать, именно искать место светлое сверху. Значит, там тоньше лед. Нет, то есть это место провала. Это место провала, правильно. Понятно. Что быть с детьми? А вот, к сожалению, примеров очень много трагических. Примеров много и в нашем регионе. Да, это Андреапольский округ. У нас уже два года назад был случай, когда девочка каталась на ледянке, ну, попала в реку и утонула. Поэтому мы всем родителям стараемся и занятия, когда и проводим и в классных учреждениях, и с родительских собраниях, мы всем объясняем родителям, что даже если вы вышли на водоем кататься, вы должны знать, можно здесь на лед выходить или нет. Даже если вы вышли на лед, вы детей встречаете внизу, а не сверху стоите. То есть ребенок скатился, вы понимаете, что он не пойдет куда-то сам, правильно, и нигде не провалится. То есть за ним нужен контроль. Но лучше, конечно, этого не делать. Не кататься в сторону водоема. Выбирайте все специально. Потому что, да, потому что это опасно. Светлан, что делать с детьми в частных домах? Вот этот трагический случай начала 24-го года. Трое детей погибли. Прятать спички или, ну, конечно, так же не оставлять одних. В чем тут может быть все что угодно? Во-первых, не оставлять одних, правильно вы сказали. Ни в коем случае детей не оставлять одних. Ни при каких случаях. Но еще раз я вернусь к извещателям. У нас изменения в правила противопожарного режима вступили в прошлом году, что все многодетные семьи должны быть оборудованы пожарными извещателями. Это уже их обязанность. Поэтому семьи, которые сейчас отказываются от установки, к сожалению, бесплатной, по каким-то основаниям. А почему? Вот есть, к сожалению, у нас такие семьи, которые говорят, нам не нужно. То есть они отказываются от бесплатной установки, которую им предлагает правительство Тверской области. А оно уже пить есть, что называется, не просит? У кого-то ремонт, у кого-то еще какие-то разные отговорки. Ну и есть такие люди. Давайте мы еще, Светлана, покажем, что это приспособление очень компактное, но небольшое. Даже при любом ремонте его не видно, даже если вглядываться. Никаким образом. Они думают, что с нами не произойдет. А, ну да, да, как всегда. Но государство позаботилось об этих детях, и поэтому в обязательном порядке они должны быть, если они сейчас просто отказываются, они потом будут за свой счет их устанавливать. То есть это семья, если она имеет статус многодетный, да? Должна. Если у вас есть, уважаемые друзья, статус многодетной семьи, это по закону. Такой извещатель спасет вашу жизнь, жизнь ваших детей. Конечно. Обязательно. Еще раз продемонстрирую. Давайте еще раз. Внимание. Тестовая кнопочка. Да, вот она. Вот такие звуки он издает при попадании дыма в извещатель. Действительно. И вот даже покажем вот то, что на себя принял, можно сказать, удар извещатель, который выдержал пожар. При этом он сработал и спас человека. Все верно, на пожаре. Значит, мы еще раз обращаемся, если дети, многодетная семья, мало ли что, не оставлять одних, да? Смотреть за безопасностью, чтобы не открытого источника горения каким-то образом, там, легко воспламеняющаяся жидкость, да? Или тут же спички, мало ли чего, если маленький ребенок. Конечно. Ну, во-первых, не оставлять в доступных местах такие вещи, потому что, что нам кажется это банальным, да? Ну, дети, они любопытные, им всегда хочется что-то посмотреть, включить, пощелкать, включить, как огонек будет гореть и так далее. И если уже ребенок более-менее взрослый, да, так скажем, и вы разрешаете ему пользоваться плитой, какими-то электроприборами включать, то тогда обязательно еще раз проинструктировать, рассказать, как это. Если уходит, выключить обязательно, не забыть. Ну, и как мы рекомендуем, конечно, и телефоны в прихожей, на зеркале где-то обязательно. Телефоны, куда он может позвонить. Как магнитик на холодильник. Конечно, обязательно. Да, напоминаем телефон. 101 – пожарная охрана, 112 – единый телефон службы спасения, по которому можно вызвать и скорую помощь, и пожарную, и полицию, и все-все службы, и газовую службу. Так, напоминаем еще раз, как вести себя, если в доме началось возгорание. Выбегать, в первую очередь, самим, спасать документы, что выносить, и нужно ли приступать к тушению самостоятельно? Если, я уже повторюсь, если это какое-то локальное загорание, вы прям видите, да, что-то искрит, и вы можете принять посильные меры, у вас есть огнетушитель, то тогда да, либо накрыть каким-то одеялом. Вынуть из розеток, да? Обязательно. Вынуть из розетки одеялом прям сверху каким-то накрыть, если это заискрило, да. Но если это где-то задымление, и вы не видите, откуда оно идет, конечно, это покинуть обязательно помещение задымленное, вызвать пожарную охрану. Предупредить соседей по возможности. Если в доме есть газовый баллон, что с ним делать? Тут уже, наверное, не вытащить его самостоятельно. Ну, конечно, нет. Но тут уже я знаю, что когда пожарные приезжают, они сами спрашивают, есть ли газовый баллон, они сразу же идут его подальше от огня. Да, все верно. Что мы будем делать, если мы попали в чрезвычайную ситуацию, провалились все-таки под лед, каким образом вылезать, Сереж? Ну, надо, во-первых, попробовать все-таки ухватиться за кромку, да. Ну, и как и всегда в передачах, я показываю, так сказать, когти, вот эти специальные спасалки. Да, которые у нас уже, наверное, наши телезрители все знают об этом. Надо все-таки брать их с собой, они сейчас и стоят недорого. Вот, попытаться использовать такие вот приспособления. Вот, если же их нету, все-таки попытаться руками опереться на лед и забросить одну из ног на кромку льда, и путем переворачивания тела, вот, отползти от провалившего места. Переворачиваться. Да, переворачиваться. То есть забросить ногу и переворачиваться вдоль тела. Вот, и именно отползать ту сторону, откуда вы приходили. Значит, там крепко. Значит, там, да, лед, откуда вы пришли, он вас может, ну, держит. И вспомним о тех приспособлениях, которые существуют и помогут вам тоже выбраться, да? Наши помощники. До какого обычно времени происходит вот эта самая экстремальная рыбалка? Пока есть какой-либо лед? Ну, вот, как раз экстремальная рыбалка и начинается именно в марте, когда уже и рыба начинает лучше клевать, чем сейчас. Вот, например, январь глухозимый, как рыбаки называют. А в марте уже идет и подвижка рыбы, и таяние снега, и таяние льда. Тем более у нас сейчас лед более-менее крепкий только на водоемах со стоячей водой. Это озера и водохранилища. А реки, они сейчас, как правило, имеют совсем тонкий лед. Потому что вот это значительное выпавшее количество снега, оно не дает промерзнуть водоему как следует. И, соответственно, течение, там буквально в течение двух-трех недель, оно просто слижет весь этот лед. Поэтому нужно это помнить. А ну, рыбакам вы постоянно делаете предупреждение, да? Когда опасно. Но все равно, что называется, здесь охота, пущение воли. Нет, ну, у нас проводятся профилактические мероприятия. С нами участвуют и другие заинтересованные ведомства, и административные сотрудники принимают участие, как и в патрулированиях, и сотрудники полиции. То есть мы пытаемся большим количеством сотрудников и заинтересованных ведомств охватить население. И в то же время обязательно посещаем школьные учреждения. Мы рассказываем детям, как себя нужно вести, страшные истории им рассказываем. Ну, иногда только страшные истории, к сожалению, помогают. Ну, все равно, как бы, детишки нам и сами. Мы стараемся, когда проводим занятия, не просто монотонно что-то говорить и пугать, а именно в виде беседы. Сами спрашиваем, какие вот вы видели там случаи, как нужно себя вести, что вы знаете. Дети достаточно-таки активные, поэтому это очень важная работа. Светлана, насколько можно сейчас расслабиться с уходом морозов, скоро весна? Значит ли это, что пожарный опасный период миновал? Конечно, нет. Сейчас у нас наступает весна, наступают у нас дачные периоды, так скажем. О, потом будем предупреждать, уважаемые друзья, не жгите листу. Поэтому готовимся уже мы к пожароопасному периоду, очищаем свои участки от сухой растительности. Каждый собственник у нас, даже если он не эксплуатирует свой участок, скажет, я там не сажаю, я туда не езжу. Он должен за ним следить, он должен его очищать от сухих веток, от мусора и так далее, чтобы на нем не произошло, не перекинулось, так скажем, загорание, которое где-то будет на вот этот сухой, необработанный участок. И уже с весны мы начинаем готовиться к следующей зиме, да? Свои печи, проверяем электрические приборы. Это мы делаем весь год круглогодично, то есть не забываем правила пожарной безопасности. То же самое встречи с детьми, профилактика, то есть все уже знают, у нас такое ощущение, что же все на зубок должны знать и правила пожарной безопасности, и поведения на Ванде. Да, дни безопасности у нас так называемые тоже проходят в школах, в детских садах, и с конкурсами тем же самыми, рисунки по пожарной безопасности, детки маленькие, которые рисуют, какие-то делают поделки, чтобы им интереснее было. И каждый изучает, чем опасен огонь, и мы доводим еще раз. Вообще, конечно, огонь такая стихия, цивилизация насколько ушла вперед, а огонь как был, так и остается реальной угрозой. Итак, если подводим итоги, то еще раз говорим, показываем пожарный извещатель, все многодетные семьи, напоминаем, да, по закону обязаны иметь такое у себя в жилище. Да, и сейчас у многодетных семей Тверской области есть уникальная возможность установить их бесплатно. Правительство Тверской области закупило эти извещатели, и мы комиссионно помогаем, МЧС помогает в установке, ездим по многодетным семьям и устанавливаем автономные вот эти извещатели. Уважаемые друзья, пользуйтесь такой уникальной возможностью. Сереж, и буквально 10 секунд общие пожелания. Ну да, родителям в первую очередь, как мы уже сказали выше, следим за детьми, ни в коем случае одних не отпускаем на водоем. Если же вместе проводим какое-то время с детьми, то обязательно контроль, и ни в коем случае не отпускать одних на лед, детишек. Не переходить водоемы в неустановленных местах, смотреть, какое состояние льда. Если мы видим, что имеются какие-то изменения сверху, например, вот как сейчас на реке Волга у нас рыжими пятнами, это промоины. Надо об этом помнить. Если вы пойдете, вы обязательно провалитесь. Поэтому нужно беречь себя и понимать, и взвешивать все ситуации. Светлана, еще раз телефон службы спасения. 101-112, единый телефон службы спасения. Запомните, уважаемые друзья, берегите себя, будьте здоровы. Мы ответственны за свою жизнь и здоровье за здоровье своих детей. Спасибо огромное, друзья. До свидания. До свидания. До свидания.